Привет, уважаемые любители ножей и качественных аксессуаров. Сегодня я продемонстрирую возможности полировочной пасты Fliz. Данная паста производится в США. Ее используют для чистки, полировки и в дальнейшем для предохранения поверхностей из металла, пластика, ювелирных изделий. Fliz отлично подойдет для восстановления лезвий и рукояток ножей, полировки каналов гладких и нарезных стволов. Паста Fliz безабразивная, то есть не содержит каких-либо абразивных частиц. К сожалению, для демонстрации результата использования пасты в нарезном стволе, нам с вами потребуется выехать на ближайшее стрельбище, установить мишень и после стрельбы понять, насколько улучшились показатели точности и кучности так называемого муа. Поэтому карабин мы пока отставим в сторону, а для высшей наглядности эффекта от использования пасты Fliz. Я использую легендарный американский кладной нож VAC 110. Нож имеет замок-бэклок, накладки выполнены из древесного ламината, болстеры из латуни. Как видите, они сильно потускнели, покрылись налетом патины и окислов, от долгого использования и контакта с ладой. В этом запущенном изумпляре я покажу эффективность применения пасты Fliz. Данный рабочий тюбик с пастой мы используем уже второй год при заточке и ремонте ножей. И как видите, по тюбику расход пасты минимальный. Для нанесения пасты я возьму мини-ХБ-салфетку, которая используется для чистки каналов нарезных стволов. И нанесу на нее совсем небольшое количество пасты. Она имеет голубоватый цвет, оттенок и не имеет резкого запаха. И приступаю к восстановлению латунного булстера этого ножа. Похоже, этот нож не чистили своего выхода с завода, а выпущен он, судя по клейму, в далеком 2008 году. БАК-110 – это классическая модель фолдера, популярная во всем мире уже почти 60 лет, несмотря на свою архаичную конструкцию. Особенностью ножа является его необслуживание, то есть пользователь не сможет самостоятельно провести разборку и регулировку механизма. А усевой узел на БАК-110 просто прессован холстер. В процессе нашей обработки паста удалит не только налет и окислы, но и загладит микроцарапины на поверхности. Паста быстро темнеет, загрязняет салфетку и пачкает пальцы. Надо было в этом случае использовать салфетку большего размера. Продолжение следует... Теперь я возьму чистую салфетку для удаления остатков пасты и грязи, растворимой и снятой флицем. Сравните оба булстера. Поверхность заднего я заполировал в зеркало, а второй для контраста не трогал вообще. Так буквально за пару минут я восстановил первоначальное заводское состояние болстера и даже улучшил его полирование, а защитная бзенка позволит сохранить поверхность от негативного влияния внешних факторов на продолжительное время. Теперь он выглядит как дорогой кастомный нож и сверкает золотым сливком. Подробное описание способов применения и методов использования Вы можете видеть на нашем сайте. Ихнайфс.ру Спасибо за внимание!